добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц в этом видео я хотела вам рассказать как я провожу обработку плодовых деревьев от болезней но все пошло не так начало нормальное это у меня препарат стрикар можно взять любой другой препарат от болезни от пятнистости мучной росы ржавчины и все такое обязательно добавьте липосам и обязательно используйте масочку когда распыляете липосам у меня не слишком растворился но когда будете наливать воду он все равно до раствориться до конца так что все нормально используйте только сетечка до воду на участок нам еще не дали и я заливаю из бутылки и на этом закончились хорошие новости для меня на этот день оказалось что не заряжен аккумулятор у этого в опрыскивателя но я к этому вернусь попозже и я решила продемонстрировать вам два своих приобретения еще зимой я купила вот такие вот штуки вот одна из них не знаю как называется правильно вообще я увидела на канале у светланы лоди сад и она обрабатывает клубнику вот этой штукой срезает старые листья для клубники нет у меня есть ги хирела одной рукой но правда неудобно потому что лучше вот так вот в кучку собрать растения и одним движением легко срезать старую листву я вот одной рукой держала телефон и второй рукой старалась вот срезать в принципе знаете мне понравилось мне понравилось то есть производит впечатление такой ну такой какой-то не очень надежный такой вот конструкции на самом деле срезает хорошо там есть дополнительная защита чтобы пальчик не попал то есть нужно одновременно нажимать на кнопку и на клавишу вот и в общем то если бы не телефон в руке я думаю что я бы это сделала гораздо быстрее эффективнее вот не подрезая вот так не попавшие листочки и к этой штуке у меня есть штанга удлинитель и вот с этой штангой когда я решила попробовать все пошло совсем не так штанга это с колесиками и вроде как с одной стороны замечательно можно этим приспособлением срезать например траву вдоль газона как триммером или вот у нас уже вылезла вот эта трава между плитками дорожки да но на дорожке у меня не получилось поскольку эти колесики подпрыгивают и в общем прицелиться так чтобы попасть на эту траву довольно таки сложно ну хорошо я сейчас буду пробовать в другом месте другом месте где у меня обосновались сорняки сложно доступном месте из-за бордюров это делать тоже оказалось неудобно и я пошла дальше сразу же скажу у меня не получилось ничего то есть если вот это вот устройство кстати как называется правильно нож для травы как и как это называется я уже забыла зимой покупала если сама вот это устройство я рекомендую к приобретению ну хорошая штука да действительно обрабатывать у меня верески еще например после зимы вышли их тоже нужно будет обстригать то штанга ну сомнительное такое приспособление потому что единственное что я могу сказать по поводу применения это если точечно нужно где-то уничтожить сорняки при этом не используя триммер поскольку рядом есть например растения которые могут от триммера пострадать при этом не имея никаких препятствий чтобы эти колесики никуда не упирались но в общем не знаю мне кажется мне проще было бы триммером и либо руками убрать либо этой же штукой но без штанги пусть наклониться лишний раз но сделать все как положено поэтому я считаю что штанга мне не пригодится вы как хотите я просто свое мнение высказываю а так в общем то этот ножик очень очень даже мне пригодится тем более он аккумуляторный вот и в общем то с аккумуляторным всегда инструментом работать интереснее и веселее то есть не надо за собой тащить этот шнур электрический поэтому если вас заинтересовало поищите а кстати фирму я не называю и не рекламирую это я все покупала сама ищите фирму ту которая вам нравится это второе приобретение кусторез я потрогала ну так не слишком остренькие эти зубья но тем не менее задачи он своей справляется у него тоже обнаружилось одно но это одно но я хотела вам снять сейчас как я лихо обстригаю свои кусты но очень быстро обнаружила что держать его нужно только двумя руками я не знаю есть ли это недостаток но вот таким образом то есть одной рукой невозможно с ним работать это тоже блокировкой защита чтобы случайно не нажать чтобы случайно не подставить какой-нибудь конечность чтобы ничего не пострадало в принципе кусторез свое дело сделал небольшие тоненькие веточки он прекрасно подстригает я прошлась по всем кустам не надейтесь что он пострижут вам какие-то большие толстые там точно толще двух сантиметров а теперь посмотрите вот на эту умницу пятилитровую которую я рекламировала не так давно вот после одного использования вот такое замятие образовалось я даже не поняла как то есть я не наступала на эту трубочку я просто ее как-то так поставила что она замялась облизла вся краска он оказался не мощный то есть он очень-очень слабенько разбрызгивает вот и в общем то я тоже в нем разочарована вот видите как то есть вот эта трубочка хлипкая она гнется прямо руками я просто действительно опять же одной рукой держу камеру другой рукой снимаю нам пришлось из двух опрыскивателей делать один то есть вот у этого посмотрите причина причина в том что я во влажное место поставила его на зиму и там все все проржавело все полностью хана ему если только аккумулятор менять вы видите как выглядит и вот из двух мы собрали один то есть мне муж отрезал от вот этого 10 литрового у которого хорошая удочка замечательная и не подводит он отрезал эту удочку и как-то ее присоединил видите красное черное к 5 литровому вот такая у меня конструкция вот такой мне сегодня неудачный день ну а вам всем желаю удачных обработок сейчас самое время подписаться на наш канал у нас много много разных полезностей и у нас разные авторы напишите свой комментарий поставьте лайк а с вами сегодня была анжелика пока пока